так еще сейчас 11 мая по поводу нападения на Харьков наступление на Харьков уже просто я вижу что паникеров количество не уменьшается я буду одно и то же да на разные лады просто повторять может кому-то и поможет это с какой-то своей паникой справиться смотрите почему Харьков не будут не окружен не захвачен сравните с бахмутом да то есть по словам пригожина который сейчас в аду конечно при захвате бахмута он положил в землю 20 тысяч трупаками и 40 тысяч ранеными это только из этих вагнеров этих наемников до 60 тысяч потерь Бахмут это город 5 километров в диаметре то есть ты его проходишь и 5 километров от края до края через центр на Харьков это 20 километров в диаметре то есть площадь посчитать там математику кто знает площадь бахмута это 19 квадратных километров а площадь Харькова 315 квадратных километров то есть это 16 бахмутов надо взять понимаете ну то есть просто есть за может вас это успокоит вы там боитесь Харьков захватит какой на хрен Харьков ребята решили у них сочереть не получается давай там и Харьков да там Работина в три избы не могут захватить год ну ладно раз не получается Работина давай там это полутора миллионный Харьков захватит но вы чё в самом деле тем более ребята еще раз сравниваем ситуацию с вооружением Украины 22 год когда российская армия была на пике у него были самые свежие эти десантники еще не прогнившие как сейчас да рязанские там всякие псковские то что сейчас вот землю наше удобряет под Киевом у них были самые новенькие блестящие Т-90 никуда не расходовало у них была куча вооружения Советского Союза сейчас осинтеры пишет 3000 только видео подтверждение фото подтверждение уничтоженных танков а Украина на тот момент имела что пару стингеров троечку джавелинов сейчас вы чтобы понимали в двадцать первом году затраты Украины на Министерство обороны на войска 4 миллиарда долларов понимаете цифру да теперь смотрите у нас в этом году 24 сейчас уже май месяц нам до конца этого года приходит 61 миллиард долларов от Америки в виде вооружений 4 миллиарда долларов от Великобритании опять же виде вооружений 6 миллиардов долларов от Германии опять же виде вооружений я не представляю как где вы находите место для себя для паники для для каких-то пессимистических настроений ребята блин решили убиться головой об стену по на харьковскому направлению ну вперед на здоровье нет я понимаю конечно гражданским которые непосредственно там находятся там я живу в липсах там циркуна даже наверное там стрелеча это когда она по ним прилетает им не до рассуждений не до оптимизма но когда мне паникуют люди которые находятся не знаю там во львове там или там где-то в Германии там украинцы которые сейчас ну это просто шизр ну ребят возьмите себя в руки серьезно это орковская орда сточится уже к концу этого года в ноль потому что сейчас уже я говорю это не шутки что они там на мотоциклах нас атакуют и на и они свои танки обвязывают бревнами в качестве динамической защиты посмотрите у них даже по сведениям этих асинтеров даже на складах советской техники это уже там осталось на год на два но это какая техника какая вот это вот рухлядь которая 60-х годов 50-х годов это не т-90 это совсем другая техника а нам сейчас только а еще буквально вчера 400 миллионов америка срочный пакет там хаммерсы по моему атакамсы еще дополнительно не буду врать но там 100 брэдли как минимум понимаете же такое брэдли это не бмпшки эти сраные советские тем более там не то уж а и динамическая они с активной уже защитой придут ну в общем ребят девчат там я не знаю количество троллей которые добежали ко мне там до моего это видео по поводу тоже радость не в площади конституции они 26 метровые возьмут путину в катину в качестве ректального они харьков набежало такое количество ботов троллей прочей нечисти по моему жаду это показываю ребята вкладывается бабками уже надеясь на то что мы перепугаемся плыли плыли на берегу какались нет ребятки в этом году мы их просто почистим уже под ноль там уже что-то останутся какие-то ошметки на следующий год ну то есть я не знаю если там западом как-то будет затягивать с вооружением как сделал это в двадцать третьем году хорошо в худшем случае это растянется на следующий год может там на 26 очень маловероятно там не знать 10 процентов что это война дойдет до 26 года с моей точки зрения чисто просто как я воевал там 14 15 22 23 24 исключительно с моей точки зрения 10 процентов до 26 процентов 50 что в 25 закончится война и процентов оставшихся 40 что уже в этом году 24 мы добьем эту гадину все буду украиной не паникуйте никакого харькова не возьмут это все три